ЧЕМ ПЛОХО РУССКОЕ КОММЮНИТИ РОБЛОКСА? Перед тем, как ставить дизлайк, сначала посмотрите и потом делайте выводы. Окей, давайте начнем. С чего я вообще выдумал, что русская комьюнити глупая? Если кто-то подумал, что я сравнил с западным, то отчасти западное тоже ничем не лучше. Просто все привыкли хвалить запад, вот у них там классно, ютуберы оригинальные, вообще на западе круто. Но так по факту это будет мое личное мнение и просто опыт, который я пережил. И на самом деле проблемы в нашем комьюнити найдутся. Давайте по порядку. Возраст нашего комьюнити. Отчасти оценившись, что от 6 лет до 14. Ютуберы, кстати, не в счет. Так, а откуда пруфы я взял? Откуда взяты информации или я все сам придумал? На самом деле это достаточно просто убедиться. Комментарии в ютубе и не только в ютубе игра, а в плейсы. Частично еще можно к этому выделить контент по роблоксу, для кого его снимают и что там пишут под видео. Да и просто легко убедиться, что перед вами какой-то ребенок. Его неграмотность, странное поведение, странный аватар. Или же аватар, который похож на один из каких-то трендов. В частности, да, я не люблю наше комьюнити за то, что оно достаточно детское. То есть проблема в том, что дети очень сильно загрязняют массу нормальных чувачков, которые хотят донести мысли до других таких же нормальных челиксов. Потому что дети в нашем комьюнити не особо умеют что-то принимать и воспринимать адекватно. И даже критику свою сторону не умеют воспринимать. В частности, это связано, допустим, с контентом. Допустим, у меня. У меня было много тем на какие-то тренды или что-то в этом роде. Но дети решили не особо разбираться в ситуациях и посыли видео. Поставили дизлайки и написали какие-то несвязанные слова. К тому же и неграмотные. Кажа из комментов просто получается. Просто хотелось, чтобы эти дурачки нормально оценивали ситуацию и вполне грамотно научились писать и излагать свои мысли. Но кто-то спросит, а чего ты ожидаешь от ребёнка? Хороший вопрос. Типа да, в частности, что ожидать от глупого ребёнка, который ни в чём не разбирается, ничего не понимает. Но это и получается, что плохо. Маленькие детишки засоряют комьюнити и просто вытесняют нормальных людей. Из-за того, что их по факту больше. Но не будем вдаваться в подробности, типа, кто этих детей привлёк в Кроблоксу или кто им дал играть в это, ибо это и так понятно. Другая проблема в том, что русская комьюнити уж больно хочет быть как западная. Одеваться как они, смотреть их контент, следовать разным трендам одежды и прочему дерьму. И даже пытаться лезть в политику. И также, в частности, присваивая себе какой-нибудь тупой гендер. Ставить радужный флаг, статус и написать что-то типа мне 13 лет, я крутая, да, вот флаг круто, я модная, и вообще не считаю ему статус. Лох. Причём, в частности, кто всему этому следует? Маленькие девочки. Пацаны как-то немного поумнее будут, но тоже не особо далеко ушли от них. Ибо также пытаются влиться в эту всю массу, одеваясь якобы модно и красиво. Разговаривают на каком-то странном сленге и общаются на какие-то тупые темы. Причём, это с Запада всё пошло. Не знаю, почему многие равняются на западное комьюнити, оно ничем не лучше. Такие же дурачки, так же следуют чему-то странному, так же лезут в политику, такой же бывает неоригинальный контент. Просто, как я и сказал, многие привыкли хвалить Запад и не искать минусов. А вот когда смотрят на СНГ, то всё, сразу находят кучу минусов и ни единого плюса. Но знаете, отчасти можно сказать, что наши комьюнити иногда лучше. Ибо Запад очень сильно помешан на толерантности, и просто поддержат разных чудиков. А вот мы русские, как бы так сказать, многие нас бы назвали гомофобами или расистами. Но знаете, в этом и прикол, что мы умнее в этом плане. Мы не поддержим разные тупые движения или идеи, которые абсурдны. Или те же тренды, которые очень банальны. Ибо ну вот мы русские, хули ещё сказать. Мы русские, с нами бог. Ну так вот, по поводу русского комьюнити. Да, оно детское. Да, есть маленькая часть нормальных людей. Но количество решает. Из-за того, что детей больше, то нормальных вытесняют. И они обитают в разных группах, или плейсах, или пытаются привлечь внимание в популярных плейсах. Это как с контентом. Дети смотрят тупых ютуберов, которые кривляются, или не смешно шутят. И просто делают одни и те же видео на одни и те же темы. И ютуберов вытесняют с нормальным контентом, который очень трудно найти. Так что да. Не знаю, что мне больше всего не нравится. Скорее то, что многие из нас пытаются равняться на Запад. Ибо, ну, камон, зачем за ними повторять? Следовать их трендам. Играть в плейсы, которые они советуют. Типа, почему бы нам самим не придумывать различные нормальные тренды, создавать уникальные идеи, быть премьером, или быть самостоятельным комьюнити. Я, на самом деле, отчасти уже перестал следить за Западом, ибо не вижу смысла на них равняться, или следить вообще за новостями. Дальше, какие можно выделить проблемы в нашем комьюнити? Это отчасти токсичность. Но, опять же, на Западе тоже их полно. Является ли токсичность большой проблемой? На самом деле, отчасти. Да, не особо приятно видеть оскорбление в свою сторону, но мне лично безразлично на таких дурачков, ибо их игнорировать проще простого. Слава богу, что нет токсичности в Войсчате, ведь его еще не существует, а идут только догадки и идеи. А если бы он был, то... Да, была бы большая свалка негатива, куча оскорблений друг друга, странный спам. Короче, да, много проблем возникает. Короче, что можно еще выделить? Это то, что часть русского комьюнити играет в очень тупые или популярные плейсы. То это, на самом деле, очень глупый даёб, даже для меня. Ибо, ну, популярные плейсы, на то и популярные, ибо в них играют, от частности, дети, и в тупые плейсы тоже играют достаточно дети. А также хочу выразить еще один даёб, что очень много детей не умеет воспринимать нормальную критику. Они даже не хотят даваться в подробности. Какие плюсы, какие могут быть и минусы. Многие банально триггернулись в название ролика, ставят дизлайки и сразу напишут кашу и слов. Типа, а-ля, лох автор, ты сам русский, значит, и ты тоже токсик, и равняешь на запад. Нихуя даёб! Типа, блядь! Детишки, нормально излагайте свои мысли, а не ёбаную кашу и слов. Сарань господня, блядь! О чем я и говорил до этого, что многие не умеют воспринимать и излагать свои мысли грамотно. Лучше просто токсичнее тебя скорбить автора, блядь, ёбаная от просто. Что ж, на этом все пока что. Если вы хотите что-то добавить от себя, то напишите в комментарии о том, какие еще могут быть проблемы в нашем русском комьюнити. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»